Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть такие слова, которые в интернете обязательно вызывают мощнейшее бурление. Причем бурлят, как правило, самые малообразованные представители человеческого рода. Вот, к примеру, выйдет на каком-нибудь канале ролик про пельмени, и тут же миллион комментаторов под ним. Это безобразие, не пельмени! Да ты с ума зашел? Настоящие обязательно размером с вишню не крупнее! Другой скажет, идиот, что ли? Причем здесь размер? Главное, чтобы в тесте яйца не было. Третий обязательно сообщит, что да причем здесь яйцо, причем здесь размер? Главное, чтобы фарш был из свинины и говядины, и обязательно, чтобы был лук, но никакого чеснока. И ни одному умнику никогда в голову не придет, хотя в голове-то место есть, у него пустота между ушами, что за тысячи лет существования этого простецкого блюда, рубленый фарш, завернутый в тесто, набралось тысячи, миллионы разных вариантов, и все они правильные. То есть, чем древнее блюдо, тем больше вариаций, и нет среди них правильных или неправильных. Все они правильные. Вот есть такое слово, шулюм. Этимология из бурятского, калмыцкого, монгольского шулэн, шолм, шол. Самое ближайшее по смыслу в переводе – это суп или бульон, или даже навар, похлебка. Даже из самого названия становится понятно, что вариаций у похлебки может быть невообразимое количество. И в незапамятные времена какие-нибудь монгольские пастухи резали барана, варили его в казане, добавив дикого лука, ели свой шоу, шулюм, шоу. Те, кто побогаче, морковь добавляли. Затем, когда в позапрошлом веке в Европе и затем в Азии распространилась картошка и помидоры, и их стали в казан добавлять. И что, от этого похлебка перестала быть похлебкой? Нет, конечно. В результате по всей территории, от монгольских степей до кавказских гор, существует невероятное количество вариантов такой похлебки, которые в разных местах готовятся по-разному. И это называется шулюм, шулен, шулен, шол. Короче, это все одно и то же. Я впервые услышал это слово на севере. В тундре по долому рингвовым охотились. Так вот, тот шулюм был только из только что подстрелянных уток и белых тундровых куропаток. Было вкусно. Вера Муж с охотой с удовольствием погрузился в историческое изыскание и поразился разнообразием вариантов. Короче, сегодня у меня шулюм из баранины. Сначала предварительная обжарка для яркости вкуса. По частям, конечно, так проще. Обжариваю на сильном огне до подрумянивания. До готовности доводить ничего не надо. Важно получить только поджаристые бачка. Первая партия подрумянилась, значит, откладываем ее в сторону, а в казан вторую отправляем. Есть, кстати, варианты шулюма, где ничего не обжаривается, а только варится. Тоже очень вкусно. Теперь сюда картошку отправляем. Ее надо тоже, как следует, подрумянить. На это, конечно, побольше времени идет, чем на мясо. Я пока помидоров нарежу. Еще чеснок понадобится. Довольно много. Так, что там с картошкой? Ну, в принципе, пора вынимать. На таком вот сильном огне она снаружи уже прожарилась и практически готова. А вот внутри, конечно, еще абсолютно сырая. И это нормально. Ей еще варится. Сюда же отправляется лук. Огонь все такой же сильный. Обжариваем при помешивании. Можно уже и морковь, кстати, сюда положить. Важно не сжечь, поэтому не отвлекаемся. Когда лук подрумянится и закарамелизуется, настанет пора добавлять помидоры. Уже пора. Их тоже надо обжарить хорошенько, чтобы вкус сырых ушел. Как видите, все просто. Знай, помешивай, да и все. Пожалуй, хватит уже обжаривать эту смесь. Надо вернуть сюда мясо. Все. Основные активности вокруг казана на этом этапе завершены. Сейчас начинаем варку. Соль, перец сюда. Нужно довести до кипения. Затем на самом слабом огне под крышкой варим до тех пор, пока мясо не станет почти готовым. Время варки, естественно, зависит от мяса. Молодой барашек уже минут через 25-30 точно будет готов. Немолодому может понадобиться и час. А если вы из дичи готовите, там и полтора-два часа может уйти. Короче, сориентируйтесь. Мясо почти готово. Теперь надо вернуть в казан картошку. Лавровый лист сюда же добавить сюда красного острого перца. Вот этот мелкий, но он очень острый. И опять под крышкой. Теперь уже до готовности картошки. Она была, конечно, предварительно обжарена, но внутри-то сырая. Пока слояла на улице, она остыла. Так что пока она прогреется, пока сварится, минут 25-30 точно, наверное, уйдет. Крупные все-таки. Подавать все любую буду с зеленью. И теперь чеснока сюда. Ну и долгожданный момент пробы. Как уже есть хочется. Начинаю, конечно, с бульончика. Вот этого ароматного. Ну-ка-тка. О! О! Чудо! Он мало того, что насыщенный, потому что мяса много, понятно, да? Но и чувствуется вкус вот как раз вот этих жареных продуктов. Вот эти продукты реакции Майяра, это песня вообще, что делает вообще с этим ульенчиком. Теперь по миску давайте пройдемся. Ну-ка. Ну, видите, как он вот прекрасно сварился, как сваливается с косточек. Ну-ка-тка. Этот вкус манчик. Баранинки. О! Молодая барана. Прекрасно. Любое молодое мясо обладает достаточно слабым вкусом, невыраженным, неярким. Поэтому его нужно чем-то расцветить. В данном случае за счет лука поджаренного, он сладость свою дал, помидоров ярких. И за счет того, что самое мясо было поджарено, это мясо стало вкусным, ярким. Если на барашек там не трех, четырех, там, пятимесячные, я не знаю, там, если это такой уже крепкий баран, то он сам по себе достаточно вкусен, яркое мясо. Ну, так же, как говядина. Если это молодой, его нужно каким-то образом расцветить. Поэтому, скажем, если это был не молодой баран, то обжаривать мясо было бы необязательно. С молодым, вот прям-таки, должен быть так сделано. Ну, и давайте по картошечке. Ну-ка-тка. Жареная картошка, да? Вот там еще отварено. В этом замечательном бульоне. Прекрасно. Прекрасно. Такое, знаете, простое, очень мужицкое, я бы сказал, блюдо, но при этом оно вкусное, классное, сытное. И, короче, ну, на такие вещи готовить. Особенно на природе, особенно на живом огне с дымком. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Обязательно, если кто-то где-то пробовал шулюм или сам его готовит, напишите, как в ваших краях его готовят. Действительно интересно знать, насколько широка, так сказать, палитра различных шулюмов, шулемов, шулов в самых разных краях нашей необъятной. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!